Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом из Иерусалима! Шалом из Иерусалима! Бонжур! Гамарджоба! Все, этим летом очень хочу поехать в Грузию. Прямо вот я никогда не был и хочу... Вернее, никогда не был. Я был в Леселидзе когда-то. Леселидзе это рядом с Сочи. У нас там была база. Очень у меня хорошие воспоминания. Вот Максим, я знаю, едет в Грузию. Как раз расскажет, где там есть кошерная еда. В Грузии все разведает. Нас интересует кошерная еда и кошерное вино. Вообще в Грузии можно только есть сыр, мясо отдельно. Сыр, мясо отдельно и пить кошерное вино. Хорошо, дорогие друзья. Все, мы, значит, продолжаем изучать Тору. И сейчас мы находимся как раз в самой важной части. Самая важная часть Торы. Это управление речью. Смотрите, вот есть внизу ссылочка на текстовый этот урок, текст этого урока. А потом в этой статье, видите, внизу есть ссылка на ваикре. Берите свою речь. Потом сюда же появляется видео. И очень важно потом поделиться этим видео. И не только его, например, самому посмотреть, послушать, а поделиться всем, кому это может помочь даже потенциально. Пускай. Хорошо, дорогие друзья. Значит, мы находимся сейчас как раз в главе, которая говорит про авак, про пыль злоязычия. То есть ситуация, когда пограничные такие. То есть это не злоязычие в прямом виде. Но мы изучаем сейчас уже вокруг, да? Вокруг, как правильно к этому относиться. И сегодня как раз очень классных два совета. Очень полезных, классных, актуальных, которые очень сильно могут нам помочь. Значит, первый совет. Многие задают вопрос, а как? Ну вот как вести себя практически в ситуации, когда вы слышите злоязычие? То есть большинство людей не ходят на уроти торы. Большинство людей не предостерегаются от злоязычия. Наоборот, самоутверждаются через злоязычие. То есть злоязычие, почему человеку так приятно? С помощью злоязычия он как будто бы поднимает себя над другими людьми. Он себя как бы делает. Вот смотри, вот тот плохой, этот плохой, этот плохой, ты плохой. А кто? А я хороший. Я всех осудил, расписал все недостаточки. А ты кто? А я одна отличная. Человек же в своем глазу не видит бревно. Чужом замечает соринку. Значит, и вот такие люди, я могу сказать, что их большинство, которые не предохраняются от злоязычия. Вот я, например, сейчас, можно сказать, сказал ли я злоязычие для всех людей? Допустим, это пыль злоязычия. То есть я сейчас чуть-чуть так, знаешь, знаете, вот так вот просто сейчас, и прям все человечество чуть-чуть покрыл пылью злоязычия, да? Так нельзя говорить. Наоборот, все люди разные. Можно так сказать. Вот если быть фактически правдив, максимально приближенным к истине, то все люди разные. И даже каждый человек по отдельности в разные периоды своей жизни и в разные части дня, он разный. Есть, конечно, совсем черно-белых крайности, но их там меньше одного процента. Есть очень люди полностью праведные, есть святые такие люди, есть люди полностью злодеи, да? А, например, все остальные, мы все время меняемся, все время мы скачем между праведник и неправедник. Тут согрешил, тут какое-то хорошее дело сделал. В момент, когда ты согрешил, ты что в этот момент, кто ты? Вопрос. Можно себя воспринимать как праведник, который согрешил? Можно себя воспринимать как злодей, который согрешил? И тут мы пришли к самому главному, вот главный смысл вообще свободы выбора, это выбрать в каком направлении ты двигаешься. То есть если человек говорит себе, я цадик, но у меня пока не полностью получается, значит он хочет быть с Богом, он хочет идти по велению Бога. Я помню, когда-то я разговаривал с одной замечательной женщиной, она как раз вот уже сейчас будет по-моему два года Юйорцайт, или год или два, как раз она вот умерла между, в эти вот Беном и Царим, как раз 9 авгу, вот где-то в это время была такая Алла Вербер, ее звали, замечательная женщина, прям замечательная женщина, ее очень много людей любили и вспоминают, вот даже сейчас пускай будет этот урок для поднятия ее души. Я точно не помню, когда ее Юйорцайт, но вот как раз в этот период был, между теснин, да. И когда мы с ней встречались в Жуковке, специально она приехала со мной пообщаться, мы с ней встретились и, значит, долго разговаривали. И она говорит, вот ты знаешь, я же все-таки, я человек светский, нерелигиозный, мне вот тяжело это все выполнять, так все. Я говорю, вот Алла, вы знаете, вы не светский человек. Какой вы светский человек? Да, вы человек религиозный, вы стремитесь, чтобы у вас, у вас мезузы есть? Есть. Вы в синагогу приезжайте, я вас вижу тут на все праздники, приезжайте. Так вы религиозный человек, который пока не может все выполнять, не может, не получается, многое не знает. Но вы-то изначально, ваше стремление ко Всевышнему, значит, вы уже религиозный человек, который еще не все выполняет. И она говорит, да, мне вот очень это определение, мне оно намного больше нравится, чем определение, я нерелигиозный, который иногда выполняет. Можно быть религиозным, который иногда не выполняет. Ну, вы понимаете разницу? То есть, главное, куда ты двигаешься. Или ты двигаешься в сторону Бога, или ты двигаешься в другую сторону, но иногда тебя, типа, заносит в сторону Бога. Это вот очень важный именно выбор, в каком направлении ты двигаешься. Все. И, значит, с этим понятно. Двигаемся дальше. Вот человек, который двигается в сторону Бога, он хочет быть религиозным, он хочет выполнять, идти в сторону добра, выполнять заповеди Всевышнего. И тут он заходит в какую-то компанию, а там они прямо вот так вот, что наразлое, зычае и на религиозных людей, и на раввинов, и на праведников, и на просто людей, и на политиков, и на правительство, и на актеров, и, значит, на певцов. В общем, всем кости промывают, и все у них с недостатками. Что нужно сделать? Есть один очень действенный метод, говорит Равзелик Плистин. Значит, если вы не в силах остановить собеседника упреком, то есть вы им скажете, ну, ребята, вы и вообще просто сплетнете, злоязычнете. А они скажут, ну, иди отсюда тогда. В нашей компании не общайся. А вы хотели бы все-таки с ними общаться. Что нужно сделать? Нужно, вы хотите с ними общаться. Тут рассматривается ситуация, когда эти люди, с кем вы хотели бы выстроить отношения, или уже у вас с ними отношения, может, это родственники ваши даже, да? Значит, нужно что сделать? Вы должны взять инициативу разговора в свои руки, советует Равзелик Плистин. То есть, как только собеседник начинает фразу, ой, что наш Руэм сделал вчера, вы знаете? Вы тут же ему говорите, напомните ему, что пишет комментарий Раше о благословении Реувена в недельной главе. Или же пожалуетесь на сильную боль в спине и спросите его совета, как спину-то лечить. То есть, нужно уметь переводить разговор. Это очень интересный навык, который, в принципе, позволяет, если вы натренируетесь этому навыку, да, не быть ведомым, не быть реактивным, не быть автоматически неосознанным. А быть человеком, который управляет своим фокусом внимания, своей концентрацией, своей мыслью, своей жизнью, и в момент, когда ситуация вокруг складывается не так, как вы хотите, вы ее проактивно поворачиваете туда, куда вы хотите, натренировать этот навык, это очень-очень крутая и полезная вещь. Поэтому переводите тему. Просто конкретно переводите тему. Секундочку. Секунду, я сейчас на секундочку переведу тему. Положи ручку. Положи ручку. Хорошо. Теперь, значит, и следующее. Хорошо. Скажите, Светлана Шевченко, вот спросите. Вот хороший вопрос, да? Врать-то тоже нельзя. Врать нельзя, спина болит. Ну, спросите не как, а как укрепить спину, спросите. Хорошо. Хорошо, спросите, как укрепить. Дайте совет, как спину-то укрепить. Люди, которые обсуждают других, им, в принципе, не важно, что обсуждать. То есть, у них, в принципе, им лишь бы поговорить и самоутвердиться через разговоры. Когда у любого человека спрашивают совет, любой, то тот, кто, вот проверьте меня, тот, кто говорит лошонара, злоязычие и сплетни, тот любит давать советы. То есть, если вы его спросите совет, он легко переключится на совет и с радостью будет самоутверждаться через совет. Потому что злоязычие – это способ самоутверждения. Дать совет кому-то – это еще один способ самоутверждения. И для человека очень будет приятно поменять злоязычие на совет. И вы выиграете, и он выиграет. А может, он и совет хороший даст, потому что, в принципе, может, он в какой-то теме и разбирается. Все. 12-й, 12-й пункт. Говорит нам еще один совет Равзелик Плистин. Он нам говорит так. Берегите детей от злословия. Родители обязаны строго указывать детям на недопустимость произнесения лошонара, подробно объясняя, почему этого нельзя делать. Привычка злословить и сплетничать закрепляется в детстве. С той же тщательностью, с какой детей учат соблюдать заповеди и быть приличными людьми, их следует обучать и, в первую очередь, сила личного примера, не произносить лошонара. Значит, дети, конечно, они впитывают от родителей очень многие вещи. Причем, как мы знаем в этом мире, как происходит, плохое впитывается легче, чем хорошее. Ну, так Всевышний специально сделал, чтобы оставить свободу выбора. Потому что, если бы было одинаково, абсолютно одинаково приятно делать хорошее и делать плохое, тогда люди выбирали бы хорошее. Но плохое, как один, есть такая цитата, он говорит, один, какой-то писатель, он говорил так, что все, что я люблю делать, или запрещено, или аморально, или вызывает ожирение. То есть, говорит, вот все приятные вещи, они, они реально ведут к какому-то потом вреду, да, вреду или вреду. Все. А хорошие вещи, они хорошие, мы понимаем, что они хорошие, но очень часто они такие, ну, не очень интересные. Например, в зарядку делать, в спортзал ходить, ну, какая здесь радость, да, вот это, потеть и все. А потом, зато, ты получаешь хороший результат. То есть, а, например, торт кушать, тирамису, тебе сразу приятно. Тирамису, вот хотели бы сейчас тирамису бахнуть, куска три тирамису, да? Да, вкусно, а потом что? А потом эти три куска, они превращаются в полтиложивого веса, и все. Понятно, да? А спортзал? Сейчас невкусно, неприятно, потеешь, а потом, зато, сила, стройность и хороший внешний вид. Хорошо. Теперь мы сейчас переходим, все, отошли мы от лошонара, от злоязычия, а чем заниматься в жизни тогда? Это делать заповеди. Все понятно, есть очень много вещей, которые Бог сказал делать, причем Бог сказал, дал обещание. Выполняй мою волю, как свою, то есть, делай мою волю, заповеди сделать своим желанием, чтобы я выполнял твою волю, как свою. Все очень одно напротив другого. То есть, тот, кто выполняет волю Всевышнего, значит, Всевышний выполняет его волю. И вот сейчас мы пришли к заповеди, которая считается одной из самых главных заповедей в иудаизме. Вся еврейская религия, вся Тора практически стоит на этой заповеди, вернее не так, вся Тора стоит на заповеди изучения Торы, невозможно выполнять Тору и знать Тору, ее не изучая, значит, главное это изучать. Дальше, когда ты изучаешь, нужно изучать для того, чтобы делать, и здесь разные заповеди оказывают разное влияние на жизнь, вот эта вот заповедь, о которой мы сейчас поговорим, она называется, значит, она дает жизнь, эта заповедь равно жизнь, представляете, то есть ее название другое, заповедь дающая жизнь, она спасает от смерти, она дает жизнь, причем это очень понятно, как это работает. Эта заповедь называется заповедь дзаки, дзака переводится, слово, вообще цедак это справедливость, дзака переводят как милосердие, это помощь, написано в Торе, открой для него свою руку, да, открой для него свою руку, для кого? Для бедного, для человека, у которого нет. Наши мудрецы объясняют, что заповедь открыть руку, говорит о пожертвовании дзаки, мы обязаны, обязаны, это заповедь Бог сказал, давать не мучим столько раз, сколько они об этом нас попросят, объясняют мудрецы. То есть вот он попросил, ты ему дал, он попросил, ты ему дал, он попросил, ты ему дал, он опять попросил, ты ему должен опять дать, понятно? Еще сказано в Торе, поддержи его, будь он пришелец или поселенец, и он будет жить с тобой. Под пришельцем здесь понимается человек, перешедший в еврейство, то есть тот, кто принимает иудаизм, он становится частью народа Израиля, и называется Дер, есть такое название, Дер-Цедек, то есть Дер, который, Цедек, справедливо нет, в общем он называется Дер-Пришелец, то есть тот, кто приходит в иудаизм, называется Дер, и поселенец, это тот, кто поселился в земле Израиля, но он не принял иудаизм, но он принял на себя семь законов сыновей Ноаха, в Торе сформулированный для всего человечества, когда Бог после потопа спас Ноя и его сыновей, он им дал семь заповедей, он сказал, что вы должны жить по этим заповедям, и будет все отлично, тогда мир будет всегда существовать, есть семь заповедей для сыновей Ноя. Теперь, если приходит человек жить в Израиль, среди евреев, которые соблюдают заповеди, и он принимает эти семь заповедей, то есть он не идолопоклонник, там нельзя служить идолом, нельзя убивать, грабить, разврат, и есть одна повелевающая заповедь, это справедливый суд, все остальное запрещающие заповеди, они примерно те же самые запреты, что и в 10 заповедях, например, но есть один запрет, который очень странный запрет, сейчас он уже нам кажется неактуальным, но в то время он был, видно, актуальным, это называется запрет кушать от живого, то есть в то время же не было холодильников, и среди вот этих вот идолопоклонников и этих этих людей был распространен, видно, такой способ издевательства над животными, ну, он был для них как бы оправданный, но это очень большая жестокость, то есть они отрезали от живого животного куски мяса и его кушали, а животное, оно еще в агонях несколько дней мучилось, но мясо не портилось, потому что если его убить, то мясо тогда сгнивает, так они брали по кускам, отрезали, значит, Бог сказал, нельзя издеваться над животными и нельзя кушать кусок от живого животного, это как раз одна из заповедей, которые были даны сыновьям Ноаха. Теперь, значит, им тоже надо помогать, им надо помогать. Еще сказано в книге Ваикра, чтобы жил твой брат с тобой, чтобы твой брат жил с тобой, нужно давать то, что необходимо нуждающемуся, то, чего у него нет и без чего он не может обойтись. Если у бедного нет одежды, нужно дать ему одежду, это отздока, это милосердие. И так обо всех остальных необходимых ему вещах. Помощь оказывает исходя из своих возможностей, вот это важно. Причем эта заповедь возложена даже на бедного человека, даже на того, кто сам живет на подаяния, на нем есть заповедь помогать. И тут возникает вопрос, возникает огромный вопрос. Бедный, у которого нет денег, который сам ходит и просит милостыню, он обязан давать сдаку. И ему это очень сложно, ему очень-очень-очень сложно это сделать, потому что он сам просит милостыню. И он говорит, ну как я буду кому-то давать? И в этот момент, когда он сам не хочет никому давать, он перекрывает себе, это и есть главная причина его бедности. Главная причина его бедности, что он сам не хочет никому помогать и давать. Вот вдумайтесь в это. Теперь, когда человеку Бог дает деньги, он его этими деньгами проверяет. Он ему говорит, смотри, я тебе даю деньги, это тебе благословение. Что дальше? Ты должен десятую часть отдавать бедным. А ты что делаешь? Ты забрал, стоп, это уже так, это не твое, это как ты украл. И, значит, ему перекрывают потом, перекрывают ему благоденствие. Теперь, если мы посмотрим те страны, которые действительно процветают и благоденствуют, что мы можем у них отметить? Очень во всех странах, вот все страны, которые процветают, у них развита благотворительность. У них развита социальная помощь, у них акцент на защите слабых, бедных. Они помогают, они стараются, они защищают. У них полно, значит, полно людей, которые нищие, бедные. Они всех содержат и содержат. Теперь, есть страны, которые говорят, не будем их содержать. Зачем мы будем их содержать? И как с Дом и Амора. С Дом и Амора у них были законы, что тот, кто бедному дает ночлег, или тот, кто бедному дает, значит, какую-то помощь, его убивают, смертная коза это. То есть, с Дом и Амора они перевернули как раз вот этот закон милосердия на обратную сторону. И Бог уничтожил эти города. Об этом мы читаем в Торе. Значит, получается, что вот эта заповедь, она очень важна. И почему она спасает от смерти? Ты кому-то даешь жизнь, Бог дает жизнь тебе. То есть, для тебя сейчас это там какая-то, ну, какая-то денежная единица. Для тебя это сейчас, может быть, даже ничего. А для кого-то это жизнь, это его жизнь. Вот реальная жизнь, когда человек, ему не хватает, для него вот эти деньги, это и становится для него жизнью. А раньше это было вообще страшное время. Раньше люди конкретно голодали, и если не было того, кто им поможет, то человек умирал из голода. Теперь давайте, как конкретно. Я думаю, что и следующий урок мы на эту тему еще поговорим. Как конкретно, сейчас мы зачитываем то, что нам сказал Хафицхаем в объяснении этой заповеди, а потом будем глубже в нее копать, но уже на следующих уроках. Значит, даже тот, кто сам собирает милостыню, должен давать дздаку, должен давать милостыню другим. И теперь предпочтение в порядке оказания помощи устанавливается таким образом. Сначала любой родственник. То есть, если есть родственники нуждаются, в первую очередь нужно помогать родственникам. Затем сосед. Если у тебя соседи нуждаются, ты должен помогать соседям. Затем, бедные твоего города. То есть, если у тебя есть там в районе, например, люди, которые бедные, то ты должен им помогать. Очень тяжело быть счастливым. Мне, например, очень тяжело из-за этого жить, ну, когда я приезжаю, там, Украина, например, или Россия. То есть, есть тут центр города, Мерседесы, Роллс-Ройсы, Бентли. И тут же люди, бомжи лазят по мусоркам, и им никто не помогает. То есть, очень мало помогают вот этим бедным людям в этих странах, к сожалению. Теперь, значит, дальше. То есть, идет вот такая вот классификация. Чем ближе к тебе, тем больше у тебя обязанность ему помогать. Тот, кто увидел просящего милостыню, прячет от него свои глаза, делая вид, что не видит его и не подает ему, тем самым нарушает не только указанную заповедь, но и запрет, о котором говорится ниже. Человек, отказывающий в вздате, когда ее просят у него и когда он может ее дать, совершает очень тяжелый проступок. Такой человек зовется грешником и злодеем. Я помню, как-то на уроке Торы в Ешиве, Швутами, где я учился, проводил урок Кравыцкак-Зильбер. И зашел человек, который приходил каждый день как на работу в эту Ешиву. Он знал, видно, он когда-то учился в Ешиве. Он знал этот закон. И он прямо в нагло, вот он стоит рядом и говорит, ты не можешь мне не дать. Ты не можешь мне не дать. Вот он прям такой наглец был, да? И он прямо обходил эту каждый день, как на работу, он обходил и все. Теперь, значит, а ешивотники, которые там сидят, учат Тору, у них там или женатые мужчины, это называется Аврахим. У них, у меня была в то время там стипендия в месяц. Но в этой Ешиве, я учился тогда как на преподавателя Торы, у меня была огромная стипендия по этим меркам. Это было 1000 долларов в месяц. А в обычных Ешивах, когда люди сидят, учат Тору, до этого я учился, у меня была стипендия 300 долларов в месяц. Я уже женат был, у меня ребенок был и все. Все, это были единственные деньги, которые я зарабатывал. И, значит, и он стоит вот так вот и просит. И как-то, и он, да, скорее всего, на наркотики тратил. То есть, видно по нему было, что у него, или у него бутылка, наверное, в одном кармане, наркотики в другом. То есть, скорее всего, он тратил на наркотики. Это явно как бы было видно. Еще он был немного сумасшедший, наглый, и видно было, что он вообще не религиозный. Просто он, понимая, как работает религиозный мир, он на себя типу одел и как бы выдавал себя за религиозного. Это, кстати, когда есть много претензий на религиозных, которые ходят по публичным домам, то это просто забыл человек типу снять, в который он был переодет. Теперь, значит, и на уроке Раф Зильбера он заходит. Раф Зильбер ему дает, дает ему монету. И мы как раз спрашиваем, а как, говорим, вот как, он же обманщик, как быть в таких ситуациях. И нам Раф Зильбер говорит, смотрите, говорит, от сдаки, вот от этих там шетель, два шетеля, десять шетелей, вы никогда не обеднеете. Даже если вы дали не тому человеку, но вы дали, ваше намерение было выполнить заповедь сдака, и вы давали от чистого сердца, вы хотели выполнить заповедь Всевышнего, а вы никогда не обеднеете. Бог все ценит, Бог все знает, и даже, вот тут вот послушайте, здесь это такой лайфхак, который вот человеку не приходит в голову, может быть. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Вот представьте ситуацию, вы хорошо зарабатываете, у вас есть квартира, в которой вы живете, и вы, например, задумали какой-то там проект, куда-то вы хотите вложить деньги, или хотите больше заработать. И вы ездите на машине Toyota Corolla, к примеру, а вы смотрите и думаете, хочу на Мерседесе ездить, вот какой красивый Мерседес новый, хочу на Мерседесе ездить, или на Лексусе. И вы потом пришли помолиться, и вы Богу говорите, слушай, пожалуйста, дай мне Мерседес, хочу, ну я хочу заработать, не знаю как, дай мне Мерседес. И Всевышний вот так вот сверху вам говорит, слушай, ну ты не оборзел, у тебя Toyota Corolla, у тебя квартира, сколько людей, у них ни квартиры, ни машины, а ты что, хочешь на Мерседесе ездить, тебе не положено. И ты думаешь такой, в смысле, а почему мне не положено? Ну у тебя все есть. Так, а потом ты вдруг понимаешь, что ты точно так же думал о человеке, который к тебе обратился. Слово в слово, ты точно так же, ты для него сейчас как рука Всевышнего, и ты ему перекрываешь, ты говоришь, а тебе не положено. Ну слушай, у тебя хлеб есть, вода есть, есть что кушать, что я тебе буду давать, это там два шетеля, это, ну зачем я буду тебе давать? Не буду тебе давать, у тебя все есть. Раф Зильбер говорит, что от сдати ты никогда не обеднеешь. Когда ты выполняешь заповедь, даже если ты дал не тому, то ничего страшного, ты выполнил доброе дело, то есть ты стал человеком, который дающий, то есть ты даешь, ты добро. И точно так же та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Теперь, ну если ты не дал тому, кому надо было дать, и человек, который действительно пострадал, и ты мог ему дать, и он, у меня была ситуация, когда просто вот, я ее запомнил на всю жизнь, когда ко мне подошел в Германии нищий на улице, и он подошел нищий, все, и он говорит, дай мне денег, я не ел. А я думаю, не может быть, что в Германии он не ел. Ну не может быть, человек живет в Германии, значит, я еще спросил, а ты откуда? Он говорит, я из Ирана, ну типа Парас, Персия. Я говорю, я себе думаю, ну что, иранцев тут мало, что он ко мне подходит к еврею просить у меня. И в Германии наверняка его тут покормят, вот вокруг, ну как человека не покормят в Германии? А у меня ни одной не было мелкой монеты. То есть мелкой монеты у меня ни одной не было, а были только, ну эти, бумажные деньги, там минимум 20 евро, по-моему, я думаю, если 5 евро было, или там евро, или 2, я бы ему дал 100%, потому что я урок Равзильбера запомнил навсегда, что если тебя просят, ты должен дать. То есть ты, ну не можешь не дать, дай чуть-чуть. Ну 20 евро, я посчитал, что ему не положено, вот конкретно ему не положено. Что у меня было ровно через час, какие у меня были неприятности вообще на ровном месте. Я вот реально так пострадал, вы не представляете. У меня полное было понимание, что это мне вот как раз вернулось то, что я сделал ему. Вот точно, вот у меня вдруг возникла какая-то там супер, ну в общем, я не буду сейчас рассказывать, мне очень неприятно это вспоминать, но я тогда понял, что вот оно все возвращается, причем очень быстро. Теперь, мы обязаны соблюдать заповедь Ацдадеб, продолжает Хафицхаем, тщательнее, чем все остальные заповеди. Поскольку милосердие отличительна черта еврейского народа, потомков Авраама. Значит, власть еврейского царя Верец-Истраэль, то есть Машеах, придет, когда может быть восстановлена истина, вера может выстоять только через милосердие. Как сказано, что Цион искупится правосудием, то есть справедливым судом, справедливостью, а его раскаившейся праведностью. Пророк Ишайя так сказал. И даже есть такое поверье, ну не поверье, как высказывание мудрецов, что если еврей не милосердный, то должно быть поставлено под сомнение его происхождение еврейское. Что поскольку жестокость не свойственна евреям, и значит, это вот прям говорится, что если он не милосердный, значит, он надо проверить, может, он и не еврей совсем. Теперь, значит, дальше. Необходимо давать сдаку с приятным выражением лица, с радостью, а не с видом человека, тяжело расстающегося со своим имуществом. Милосердие никогда не приводило ни к чему плохому, никто не стал беднее, подав бедному. Ибо сказано, и милосердие станет миром. Пророк Ишайя сказал. Значит, необходимо успокоить и утешить бедного человека, нельзя попрекать его, кричать на него, поскольку его сердце и без того разбито. Горе тому, кто позорит бедняка. Теперь заслуга еврея, побуждающего других давать сдаку, превышает заслугу дающего. То есть тот, кто побуждает других помогать, его заслуга больше, чем дающего, потому что, опять же, здесь все идет намерение. То есть он хочет, чтобы помогали, он побуждает. Бог милосерден к тому, кто милосерден к другим людям. Сказано в Торе о Всевышнем. Оказал тебе милость, помиловал тебя и размножил. То есть то, о чем мы говорили. Когда ты оказываешь милосердие другим, то та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И сейчас я хочу привести один рассказ из книги. Один рассказ из книги о как раз Равыска Казильбера, 10.32 уже. Ладно, сегодня я не успел, завтра я расскажу этот рассказ. Или прочитайте его, пожалуйста. Прочитайте этот рассказ. Вот у вас внизу есть ссылочка, ваикра. И завтра я расскажу еще другой рассказ. Это очень хороший рассказ, как во время войны, как были беженцы, как они мучились. И как был один еврей, Рыбыцкак Сандак, который их кормил. Там, ну, очень такая история, показывающая, что такое настоящее милосердие. И что такое, когда человек себе ничего не оставлял. И все, что он зарабатывал, он раздавал бедным людям, помогал. И такое тоже бывает. И у него было, то есть он мог очень сильно ожесточиться. Всю его семью убили немцы, он был один, он был несчастный. И тем не менее, он помогал другим людям. То есть никакое, наоборот, вот говорят, многие люди впадают в депрессию. Они впадают в депрессию, типа, ой, у меня жизнь такая тяжелая. Как только они начинают кому-то помогать. Он идет куда-то и видит этих людей, которые мучаются. И он им начинает помогать. Депрессию как рукой снимает. То есть человек понимает, насколько его положение, это счастье. И насколько есть вокруг столько людей, которым намного хуже. И это лучшее средство депрессии. Есть люди, он сидит, и все мало ему, мало, и все ему плохо. И все, он не хватает, не додали, там, не додали. И он, мне не додали, я никому не дал. А опять ему не додали. Есть коротенько известная история в Талмуде, как один человек, он собирал тысячу мешков урожая и отдавал 100 мешков на Адзаку, на милосердие, 10%. Потом его сын, он говорит, а что папа так много отдавал, не буду столько отдавать. И он перестал отдавать. На следующий год у него 500 мешков урожая. Он говорит, ну что, еще 50 отдам, уже в два раза урожай понизился. На следующий год у него уже был 100 мешков урожая, и он получил урожай столько, сколько его папа отдавал бедным. У папы оставалось 900 мешков, и еще 100 мешков он отдавал бедным, которая переходила ему на Адзаку. А у сына осталось только 100 мешков урожая. Еще неизвестно, как дальше закончится. Еще я хочу добавить, вот здесь очень сильно, кому интересно дальше эту тему изучить, откройте, пожалуйста, есть мои уроки на свитокрут. И Медилатрут начинается с истории, как Эли Мелых, который был судья, который был один из глав народа Израиля, когда начался голод, он, чтобы не давать Адзаку, он как посчитал. Сейчас все бедные пойдут ко мне, а я не смогу им дать, я буду им отказывать. Это страшное преступление. То есть, когда тебя просят не дать, это вообще страшное преступление. Я лучше уйду, тогда меня не будут просить, я нарушать не буду. Если я не вижу, меня не просят, так и все. И он уехал с семьей в Мавские степи. Чем закончилось? Умер Эли Мелых, умерла два его сына, жена его стала нищенкой. Так закончилась эта история, когда он не хотел, хотел спасти состояние, не хотел помогать. Все, удачи и успехов, чтобы у всех было благословение, чтобы вы были среди дающих, чтобы никогда вам не пришлось просить, а чтобы вы могли только помогать, помогать, помогать от чистого сердца. И Бог, чтобы вам помогал той же мере, которой вы помогаете другим людям, помогать можно словом, делом, побуждением к хорошим, добрым делам и к помощи. Все, всем удачи, успехов и благословенной недели. Хорошего дня.